Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня из Карачаева, Черкесии в зону специальной военной операции отправилась очередная партия грузоподдержки. Яблоки и питьевую воду должны доставить по двум адресам в новых российских регионах, где находятся военнослужащие из нашей республики. Таким способом руководство региона, сенаторы и депутаты хотят поддержать участников СВО и отдать дань уважения той работе, которую они там сейчас выполняют. Груз, он, в принципе, приурочен к дню рождения президента, который будет завтра. Сегодня этой акцией мы хотим показать нашу сплоченность вокруг нашего национального лидера, показать, что республика его поддерживает. Данный груз сформирован по поручению главы нашей республики Рашидовича Темрезова при поддержке сенаторов от Карачаева, Черкесии, Крыма, Казанокова и Ахмата Салпагарова и депутатов Государственной Думы Султана Узденова и Михаила Старшинова. Эта одна машина у нас пойдет в одну точку, и вторая машина тоже сформирована при поддержке наших депутатов в нашей фракции в парламенте. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли 4 человека. Накануне около 8 часов вечера на федеральной автодороге Лермонтов-Черкеск вблизи поселка Мичуринский Прикубанского района и произошло ДТП. По предварительным данным водитель Тойота Камри выехал на полосу встречного движения, где зацепил Тойота Альфард, после чего не справился с управлением и столкнулся с Ладо Гранта. В результате ДТП водители двое пассажиров Гранта, а также водитель Камри от полученных травм скончались на месте происшествия. В автомашине Тойота Альфард никто не пострадал. По данному факту следственным управлением МВД по Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. Статистика дорожных происшествий в Карачаево-Черкесии заставляет автоинспекторов большое внимание уделять профилактическим мероприятиям. И если взрослых перевоспитать бывает довольно сложно, то участие в акциях подростков наверняка поможет воспитать правильных водителей и пешеходов. За одной из таких наблюдал наш корреспондент Артур Мхце. Детвора активно рассекают вдоль проезжей части на велосипедах. И если в дневное время их действия хорошо заметны автомобилистам, то вечером многое превращается в тёмные пятна. В такой ситуации помочь могут светоотражающие элементы на одежде или транспортном средстве. Учащиеся Хабетской средней школы и полицейские провели профилактическое мероприятие. Чтобы пешеходы и подростки на велосипедах были заметны и в темноте, каждый из оказавшихся поблизости получил в подарок специальную наклейку. Причём и сами юные инспекторы дорожного движения должны были показать свои знания по теме. Вот у тебя сейчас светоотражающий жилетик. Для чего он необходим? Если, например, темно, я перехожу дорогу, чтобы водитель сдалека увидел, что я перехожу и успел тормозить. Сегодняшнее наше мероприятие посвящено световозвращающим элементам. Так как по статистике наезд на пешехода – один из самых распространённых видов дорожно-транспортных происшествий. И основная доля наездов на пешеходов с такими последствиями происходит в тёмное время суток на неосвещенных или малоосвещенных участках дорог. Так как вечером сейчас уже рано темнеет, дети всё-таки возвращаются со школы, идут на какие-то секции. Они переходят дорогу по пешеходным переходам. И если их верхняя одежда сливается с погодными условиями, с обстановкой, то водителю намного сложнее заметить ребёнка на дороге, если у него нет на верхней одежде какого-то фликера либо световозвращающего элемента. Учащиеся выстроились в очередь, чтобы друг за другом в сопровождении автоинспектора подходить к останавливавшимся транспортным средствам. В руках ребята держали памятки со сводом правил для автолюбителей. Когда полицейские останавливали водителей, те с тревогой ожидали вердикта по какому-либо нарушению. Однако воспитанники образовательного учреждения со своими пожеланиями и буклетами помогали сразу разрядить обстановку. Мы хотим напомнить в очередной раз, чтобы вы были внимательны в тёмное время суток при проезде пешеходных переходов. Во избежание трагедии, пожалуйста, соблюдайте скоростной режим, пропускайте пешеходов, будьте внимательны. Дети подготовили памятки, хотят вам вручить. Как проходят занятия по безопасности дорожного движения? Насколько вам полезна та информация, которую преподносит? Эта информация очень полезна, её надо обязательно соблюдать, чтобы не подвергать свою жизнь в опасность. Ну как сами занятия проходят? Наверное, просто скучные лекции, неинтересно рассказывают вам, и вы уже засыпаете на занятиях? Нет, нам очень интересные лекции и так далее. Нам рассказывают, что надо переходить дорогу только на зелёный свет, что нам надо соблюдать правила поведения и так далее. По словам школьников, на занятиях они постоянно моделируют возможные ситуации на дороге. Стражи порядка и педагоги объясняют, как вести себя в той или иной ситуации, почему необходимо пристёгиваться при проезде в автомобиле, что можно и чего нельзя делать вблизи проезжей части. На оживлённой трассе знания правил и умения их применять на практике лишним уж точно не будет. Возможно, действия кого-то из ребят станут примером для старших родственников. С детьми, конечно, периодически проводятся занятия, как педагогами, так и нами, сотрудниками отдела ГИБДД, в плане изучения правил дорожного движения. Дети всегда активно участвуют в наших занятиях, а когда принимают участие, непосредственно уже на дороге, с участием водителей, проявляют, конечно, повышенный интерес. Им очень интересно общаться с водителями, раздавать им свои письма с обращениями, которые они часто пишут. Только вовлечённость ребят в профилактическую работу поможет им как можно скорее усвоить все необходимые правила безопасного поведения вблизи проезжей части. Доказано практикой, эти знания спасли огромное число человеческих жизней. Артур Макцелий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабесский район. В День гражданской обороны во всех федеральных органах исполнительной власти и субъектах страны под руководством МЧС России прошла штабная тренировка. В каждом субъекте была смоделирована наиболее сложная обстановка с учётом рисков чрезвычайных ситуаций. Сценарии мероприятий включили в себя проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, эвакуацию населения из зоны ЧАЭС, строевые смотры личного состава и техники. При этом особое внимание было уделено всесторонней оценке обстановки и правильности принятия решений органами управления. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. Субтитры предоставил DimaTorzok В Карачево-Черкесии проходит второй этап оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023». По результатам проверки выявлены пять граждан Азербайджана, которые незаконно находились на территории России. В отношении данных граждан составлены административные протоколы. Материалы направлены в Черкесский городской суд для принятия решений об административном выдворении за пределы России. Гражданину Российской Федерации, привлекшему к незаконной трудовой деятельности иностранных граждан, будут составлены административные материалы по части 1 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за привлечение к незаконной трудовой деятельности иностранных граждан. В этом году исполнилось бы 80 лет доктору исторических наук, заслуженному деятелю науки Карачева-Черкесии Рамазану Хусиновичу Кирейтову. В память о нем в Республиканской библиотеке имени Халимат Байрамуковой прошли научные чтения, на которые приехали специалисты из многих регионов России. О месте человека в истории и науке в репортаже Артур Мхце. Человек эпоха. Ученый, который оставил после себя огромное наследие и, что не менее важно, его труды придали коллегам из научного сообщества уверенность в правильности выбранного пути. Доктору исторических наук, заслуженному деятелю науки Карачаева-Черкесии Рамазану Кирейтову в этом году исполнилось бы 80 лет. О месте человека в истории можно судить по отзывам знавших его людей. И организованное в Республиканской библиотеке мероприятие в память о выдающемся для ногайской истории, филологии и этнографии ученым еще раз доказало его величину и значимость. Ученый становится таким большим информационным поводом для проведения чтений в его честь, когда он вносит существенный вклад в ту область науки, которой он занимается. И Рамазан Кусинович всей своей научной и творческой деятельностью как раз нам это и доказывает. Участники научных чтений отмечали, какое влияние на их судьбу оказало созданное и оставленное Рамазаном Кусиновичем наследие. В жизни каждого он сыграл значительную роль, а труды стали, можно сказать, опорой для следующих поколений. Тогда было все сенсации, тогда было все ново. И до сих пор это актуально. Потому что именно с опорой на то, что сделал он, развивалась дальнейшая этнография, этнология. И не только эта наука. Историческая наука, филологическая наука, литературоведение, фольклористика, языкознание. Вот все науки, они развиваются с опорой на это наследие. Директор научно-образовательного центра при президентской академии в Астрахани Эльдар Идрисов познакомился с Рамазаном Кирейтовым в 1996 году во время этнографической конференции. Он говорит, что тогда не мог предположить о судьбоносном значении той встречи. Однако знакомство на мероприятии со многими учеными, историками, краеведами и общение с ними на многие актуальные темы повлияло на молодого тогда еще человека. Его значение, конечно, для нас оно многогранное. Он заложил основы современного ноговедения, особенно то, что касается этнографических исследований. Его труды, они являются, скажем так, для нас эталонами, да, входит в нашу стереографию, когда мы изучаем многие-многие вопросы. Он оставил очень светлую память, светлый след, даже в контексте, ну не только научной деятельности, а общественной деятельности. Помню, как он рассказывал о тех мероприятиях, которые были связаны с ногайской культурой в Астраханской области, когда он не только выступал как ученый, но и даже танцевал в ансамбле, которые приезжали в Астраханскую область. Многогранности, умение использовать свой талант, свои знания в важном для народа деле, сохранении его исторической идентичности, узнаваемости культуры, языка. Значимость Рамазана Кирейтова для научного сообщества при жизни была отмечена многими званиями и наградами. Но теперь его труды являются фундаментом для дальнейших исследований. Артур Махце, Галина Алиева, Вести, Карачаево-Черкесия. Они дарят тепло и любовь детям. Праздник День Учителя отметили в Республиканском детском доме для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В праздничном мероприятии приняли участие министр труда и социального развития Карачаева-Черкесии Динара Камурзаева и уполномоченный по правам ребенка в Республике Мария Алакаева. На праздничном мероприятии побывал Алихан Лепшоков. Вы те, кто дарите нам свое тепло и доброту. На праздничном мероприятии воспитанники Республиканского детского дома дарили свои яркие и музыкальные номера. Министр труда и социального развития Карачаева-Черкесии Динара Камурзаева поздравила всех виновников торжества с Днем Учителя и подчеркнула, что на плечах у воспитателя и педагогов лежит титанический труд к социализации и становлению личности ребенка. Учитель – это одна из самых важных, самых нужных профессий на планете. Я думаю, что ни для кого не секрет, что первая буква, первое слово, первая палочка, первое предложение, первый документ в новую большую взрослую жизнь – это то, что дает учитель. Воспитатель, потому как мы объединили сегодня эти два важных мероприятия, воспитатель – это тот же педагог, ребята правильно отметили. После министра труда и социального развития Динара Камурзаева отметила почетными грамотами ведомства воспитателей педагогов детского дома. Также виновников торжества поздравила и уполномоченный по правам ребенка в республике Мария Лакаева и вручила грамоты работникам социального учреждения. В свою очередь грамотами парламента республики отметил своих сотрудников директор республиканского детского дома Бодрудин Бажев. Вы видите, какие дети выступают. У нас они артисты, они выступают, они все нам делают. Спасибо им, спасибо вам, что вы приехали. Сегодня праздник, ну вот педагога, я хочу всех поздравить с этим праздником. Здоровья вам, счастья, долг лет вам жизни. Отрадно видеть, что наш труд отметили. Приятно видеть, что наши дети организовали нам такое яркое праздничное мероприятие, отметили воспитатели-педагоги. Я воспитатель, у меня очень много выпускников. Я до сегодняшнего дня с ними поддерживаю близкие, хорошие отношения. Это наши дети, это наше будущее. Что мы в них заложим, то они по жизни и пронесут. Всем коллегам мира, добра, здоровья и терпения. Также Динара Камурзаева посетила праздничное мероприятие и в детском доме забота. Алихан Лепшоков, Мурат Джанкёзов, Вести Карачева, Черкесия, Узигутинский район. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите вокальное шоу «Ну-ка все вместе». Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова